Приветствую вас, друзья, на Добром канале. Сегодня, 8 февраля 2019 года, на официальном сайте свидетелей ГОВА в России опубликована очередная новость об очередном задержании и аресте. Верующий задержан в Москве и вынужден уехать в Амурскую область. 21 января 2019 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Москвы был задержан 43-летний Алексей Берчук. На следующий день ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.2 УК РФ. И он был вынужден отменить свои планы и вместе со старшим следователем УФСБ России по Амурской области направиться в Благовещенск, где ведется расследование его дела. С него взята подписка о невыезде. До приезда следователя ФСБ из Благовещенска Алексей Берчук два дня находился под стражей. Выяснилось, что еще 22 июня 2018 года в Амурской области в отношении него было возбуждено уголовное дело, по которому 20 июля 2018 года в Благовещенске прошли области, по меньшей мере в пяти жилищах граждан, которых считают свидетелями Иегова. Также в качестве обвиняемого по схожему делу привлечен еще один житель Благовещенска, 31-летний Дмитрий Голик. Ему вменяется часть 2 статьи 282.2 УК РФ. Участие в деятельности экстремистской организации. Мы можем с вами вернуться к этим событиям, которые происходили в июле и которые предшествовали аресту Алексея Берчука. С 7.00 утра 20 июля 2018 года в городе Благовещенске прошли обыски, по меньшей мере в трех жилищах граждан, которых считают свидетелями Иегова. Одному из них было предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Участие в деятельности экстремистской организации. Дело ведет УФСБ России по Амурской области следователь Белоглазов. Со слов следователя стало известно, что в рамках оперативной подготовки данного дела в квартире супружеской пары на протяжении почти полугода было установлено прослушивающее устройство. В результате следствия располагают рядом подробности личной жизни супругов. Столь бесцеремонное вторжение в частную жизнь, нарушение права на неприкосновенность жилища, личной и семейной тайны стало возможным в рамках развязанной против свидетелей Иеговы жесткой травли. Правоохранители по всей стране ложно трактуют соблюдение обычных религиозных предписаний, таких как совместные молитвы или чтение Библии, как участие в деятельности экстремистской организации. Все это стало прямым следствием того решения суда, которое было вынесено Верховным судом России и лично судьей Юрием Иваненко. Области в домах мирных благовещенцев санкционировал Олег Филатов, судья Благовещенского городского суда Амурской области. Аналогичные уголовные дела возбуждены и в других дальневосточных регионах. В Хабаровском, Фриморском крае, в Магаданской и Еврейской автономной области. Также в Якутии. Таковы были самые свежие новости. Если это видео было информативным, ставьте под ним пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать все свежие видео. Будем следить за ситуацией вместе. Продолжение следует...